Такая простая тема, но некоторым так необходимая, потому что мы все проходим через этот мрак. И именно как ты через него пройдешь, определит, кто ты. Хорошо. Иов 1.6. Давайте просто эту историю прочитаем. Просто прочитаем историю и тест, просто тест Иова. Иов 1.6, извиняюсь, ты Иов 1.6. Первая глава Иова, 6 стиха. И был день, когда пришли сыны Божьи предстать перед Господом. Между ними пришел и сатана с маленькой буквы. Он маленький сатана. Смотрите. Ему нельзя быть большим. Потому что он как бы там не имеет много власти. Смотрите. Сатана. И сказал Господь сатане с маленькой буквы, откуда ты пришел? И отвечал сатана с очень маленькой... Буквы Господу. И сказал, я ходил по земле и обошел ее. Земля-то большая. Представляешь, что бегать надо? Подкачался сатана. Смотри. Хорошо. Тренажера даже не надо. Смотри. Господь обратил ли ты внимание твое, обошел ты и сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Это слова Бога о его сыне. Сын Иов. И сатану, конечно, это заело. Сатан такой, ну да. Смотри. Бог такой, знаете, Бог... Тут смотри, как Бог такой понт. Ты видел? Сатана, ты видел? Маленький сатана. Ты видел-то? Ты видел, видел? И смотри. Ибо нет такого, как он на земле человек непорочный, справедливый, богобоязненный. Представь титул. Бог мой, ты только за один титул будешь всю жизнь работать. Не то, что за все вот эти вот. Смотри. Богобоязненный, удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу. И сказал, разве даром богобоязненный? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана с улыбкой на лице от Господа Бога. И когда все прошло, 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 все мраки, кряки, бряки, мы читаем конец этой главы. С 20 стиха. Первая глава, 20 стих. Когда принесли все. И смотрите, реакция Иова в конце того, что прямо сейчас произошло. Вот, твою машину Иов занесло так, что теперь из кувета ее достать будет очень долго и сложно. Аминь? Потому что, послушайте, это кувет серьезный. Забрали все стада, сожгли, разровняли с землей все дома, все, что он имел. Жена ушла, дети умерли. Другими словами, все, ты один? И в процессе еще и болячку заработал чуть попозже. И слушайте сюда. 20 стих, первая глава. Так Дейл встал и разодрал верхнюю одежду свою, острег голову свою и пал на землю, и поклонился. Первый урок из того, когда проходишь свою пустыню, не понтуйся, остреги свою голову, сдай свой бимер и пройди достойно. Другими словами, разрови верхнюю одежду. Нет, некоторые не поняли. Мы, может, к этой теме вернемся попозже. Потому что некоторые делают вид, как будто все нормально. Пройди достойно. Сядь и пройди достойно свою войну, свое поприще. Вокруг Иова все увидели, что ему плохо. Я понимаю, тебе так хочется сделать вид, что ничего не происходит? Наоборот, если ты в гневе, если ты в боли, о, это должны видеть. Это должен видеть Бог. И поверьте, когда ты в настоящей боли, послушайте мне внимательно, когда ты в настоящей боли, и когда ты пройдешь через вот такие примерно вещи, не дай Бог, а может ты дай Бог, потому что когда Бог даст, из тебя что-то произойдет. Но опять же, это его воля. Ты выйдешь победителем. Бог знает, почему он провел Иова через это. Бог знает. И смотрите, и встал Иов, разодрал, и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, и пал на землю, и поклонился, и сказал, наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. И во всем этом не согрешил Иов, и не произнес ничего неразумного о Боге. Тест. И потом нужно было закончить тест. И потом нужно было пройти тест. Аминь. Итак, дорогие, да, Сау, тебе нужна слепота. Да, Иов, тебе нужно пройти через смерть детей, проказу и потерю всего. Да, Анна, тебе нужна бесплодие, чтобы в процессе родился тот, кто вернет всех к Богу. Да, Иосиф, тебе нужна незаслуженная тюрьма и отверженность, чтобы в процессе выявился тот, кто спасет весь народ свой от смерти. Библия полна, полна людей, которых Бог допускал пройти через это. Ты слышишь меня? Ты слышишь меня? Да, дорогие мои, нам всем нужна эта боль, атаки и предательство, через которую и выявится, кто ты. Все твое призвание и твое предназначение. Воздайте славу Богу. Давайте мы поднимемся. Я верю, что Дух Святой посеял что-то в твое сердце сегодня. И я знаю, что в последующий раз следующая боль, следующий темный поворот, следующий занос и кувет, ты пройдешь достойно. Наоборот, не дай никому возложить на тебя руки. Не дай никому всунуть эту дешевую десятку, потому что именно это продлит твои мраки. Дай Богу быть Богом. Дай Богу быть Богом в твоей жизни. И ты увидишь, что Он может сделать с Иосифом, с Давидом, с Анной, с Иовом, что Он может сделать с Савлом. Дай Ему провести тебя. Дай Ему провести тебя. Мой Бог, я благодарю тебя. Я славлю тебя. Просто поднимите руки, поклонитесь. Любимые, спасибо. Учи нас. Проводи нас через школу жизни. Я знаю, эта тема для некоторых необходима, как вода в пустыне, потому что некоторые настолько потерялись в помощи, просить. Эти письма пишутся постоянно. Помогите. Дайте на хлеб, дайте на жизнь. У тебя есть Бог. Напиши Ему письмо. Дай Ему открыть источники. Не давай никакому жалкому человеку помочь тебе. Он где, помощь тебе. Бог твоя помощь. Бог твоя помощь. Бог твоя помощь. Дай Ему коснуться тебя. Дай Ему коснуться тебя. Дай Ему исцелить тебя. Дай Ему провести тебя. Бог никогда не кинет тебя на смерть. Даже когда в тот момент это будет казаться смертью. Бог никогда не кинет тебя на голод, даже если тот момент будет казаться голодом. Поэтому, если проходишь свой путь, проходи достойно его. Проходи достойно его. Проходи его как чемпион. Потому что звездочки, дорогие, вешают в конце. Потому что медали вешают тем, кто прошел. И победа принадлежит к тем, кто прошел до конца. Я благодарю тебя, любимый. Благодарю тебя за все. Во имя Иисуса Христа. Воздайте ему славу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok